Здравствуйте, меня зовут Андрей Цветков. Вы смотрите «Голос Америки» в прямом эфире из Вашингтона. Это брифинг, в котором наши зрители принимают активное участие посредством комментариев. В калифорнийском городе Таузен Окс мужчина открыл огонь по посетителям бара. Известно о 12 погибших. В результате стрельбы в баре в калифорнийском городе Таузен Окс погибло по меньшей мере 12 человек. Среди жертв помощник шерифа. Среди погибших было обнаружено и тело нападавшего. Очевидцы сообщили, что около полуночи мужчина, одетый во все черное, зашел в заведение Borderline Bar & Grill, бросил дымовые шашки и открыл огонь по посетителям бара. В заведении началась паника. Многие выпрыгивали из окон. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники полиции и автомобили скорой помощи. Личность нападавшего была установлена. Им оказался 28-летний Иэн Дэвид Лонг, ветеран морской пехоты США. Предполагается, что он мог страдать от посттравматического стрессового расстройства. Это уже второе массовое убийство в США менее чем за две недели. Ему предшествовала стрельба в синагоге в Питтсбурге 27 октября. Нападавший, 46-летний Роберт Бауэрс, был задержан полицией. Ему предъявлены обвинения по 29 пунктам. Мы приносим соболезнования родным и близких погибших. Министерство финансов США объявило об введении дополнительных санкций в отношении России, причина которых – аннексия Крыма и агрессия на востоке Украины. Санкции введены против трех физических и девяти юридических лиц. Голос Америки будет сообщать вам подробности по мере их поступления. Следите за обновлением в наших соцсетях и на нашем веб-сайте. Тем временем США обсуждают другое событие, произошедшее на внутриполитической арене. Через несколько часов после подведения результатов промежуточных выборов, президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу Министерства юстиции Джеффа Сэшнса. Это решение президента стало причиной очередной политической бури. На следующий день после выборов генпрокурор США Джефф Сэшнс по просьбе президента Трампа написал заявление об отставке. Я разочарован в генпрокуроре. Он не должен был устраняться от расследования. Речь идет о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, от которого Сэшнс самоустранился после того, как выяснилось, что он умолчал о своих контактах с представителями России. На протяжении почти двух лет Трамп регулярно критиковал Сэшнса за это решение. Но это достаточно болезненно. Сэшнс был одним из первых республиканских сенаторов, поддержавших кандидатуру Дональда Трампа на его пути к президентству. Впоследствии именно Сэшнс назначил главой расследования, которое президент Трамп называет незаконным и ненужным Роберта Мюллера. Президент Трамп сообщил об увольнении Сэшнса в Твиттере, указав, что обязанности генпрокурора будет выполнять глава аппарата Сэшнса Мэттью Уитакер, который ранее выступал за ограничение расследования Мюллера. Таким образом, Трамп обошел заместителя генпрокурора Рода Розенстайна, ныне курирующего расследования Мюллера. В сентябре Розенстайн также оказался на грани увольнения. Демократы расценили увольнение Сэшнса как попытку остановить расследование российского вмешательства в президентские выборы 2016 года и призвали Уитакера также самоустраниться. Лидер демократа в Палате представителей Нэнси Пелоси также призвала Конгресс принять необходимые меры для того, чтобы защитить команду спецпрокурора Мюллера от политического давления. В свою очередь Кэллиэн Конвей, советник президента, заверила, что Трамп не пытается нанести ущерб расследованию. Гарвардские ученые уверены, что нашли НЛО, отправленный для изучения человечества. Этот массивный таинственный объект озадачил и привел восторг ученых, когда он впервые появился в нашей Солнечной системе в прошлом году. Он в форме сигары, высотой с Empire State Building, а это больше 400 метров, и несется со скоростью 315 тысяч километров в час. Некоторые ученые из Гарварда выдвинули теорию – это пришельцы. Мы не видели ничего подобного ранее. Когда вы уже отклонили невозможные варианты, то, что осталось, каким бы невероятным оно ни казалось, должно быть правдой. Объект под названием Оамуамуа, или Первый посланник, по мнению ученых, может быть искусственного происхождения. Возможно, его даже послали к Земле специально, с целью изучить нас. Прямых доказательств нет. Удивление также вызвала эта съемка. В небе неопознанный летающий объект. Это запись встречи пилота военно-морского флота с объектом в 2015 году. А вот еще запись 2004 года. Пилоты описали объект как нечто длиной 12 метров и напоминающее дрожжетик. Так, всего в 150 километрах от американского побережья. Но не все эксперты разделяют теорию гарвардских астрономов. Концепция скоро станет реальностью. Samsung представил смартфон со складным экраном. Презентации смартфонов технических гигантов в последнее время шли по одному сценарию. Увеличенный экран, улучшенная камера, новый процессор. Но настал тот момент, когда представлено принципиально новое устройство – телефон со складным экраном от Samsung. Презентация прошла в Лос-Анджелесе. По словам Джастина Деннисона, вице-президента отделения мобильных устройств южнокорейского производителя, складной экран никак не скажется на качестве изображения. Он, наконец, здесь. Когда он открыт, это планшет с полноценным большим экраном. Красавец. Когда уже он закрыт, это телефон, который идеально поместится в кармане. Если вы считаете, что дизайн смартфона выглядит не лучшим образом, это не повод для беспокойства, ведь он не пойдет в серию. Это работающий прототип. Серийную модель придется немного подождать. Зачем тогда эпатировать публику прототипом? Чтобы разработчики приложений знали, с каким форматом им придется иметь дело, и приступили к работе. Все мы ждали складного телефона уже более года, так что я рада, что его, наконец, показали на конференции для разработчиков. Теперь уже нам, девелоперам, нужно какое-то время. Ведь для такого аппарата нужны специальные приложения, которые подчеркивают его особенности. Samsung также пообещал сворачиваемые экраны и даже экраны, которые можно будет растянуть. А пока программистам предстоит тяжкий труд. Привычные нам интерфейсы снова меняют дизайн. Олег Попов нам пишет, есть все же разум во вселенной, коль не выходит на контакт. Что ж так пессимистично, Олег? Тем временем, Книга рекордов Гиннесса празднует сегодня День мировых рекордов, отдавая честь всем тем, кто сделал что-то невероятное. Чаще всего рекорды Гиннесса ставятся по собиранию кубика Рубика, на время и в нетривиальных обстоятельствах. Этот год не стал исключением. Чуэ Дянью из Китая собрал кубик вверх ногами меньше, чем за 16 секунд. Легендарная баскетбольная команда Гарлем Глоб Троттерс, специализирующаяся больше на трюках, чем на игре в баскетбол, каждый год пытается побить несколько рекордов. В этом году Торч Джордж установила один из них. Она сделала 32 повтора трюка, в котором она катится по полу и во время поворота пропускает мяч между ног. Не пытайтесь повторить это в домашних условиях. Сегодня ваш результат 32. Поздравляю, это рекорд Гиннесса. Вы невероятны и это официально. Это большая честь для меня стать первой женщиной в Гарлем Глоб Троттерс, личным рекордом Гиннесса. Действительно большая честь. У Торч, возможно, будет и другой рекорд. Она самая маленькая баскетболистка в команде. Ее рост всего 160 сантиметров. Еще один игрок из Гарлем Глоб Троттерс, Билл Буллард, установил рекорд по самому дальнему точному броску в баскетболе, сделанному во время сальто назад, с расстояния в 17,5 метров. Для сравнения, длина баскетбольного поля всего 28,5 метров. Поздравляю, это новый рекорд Гиннесса. Вы невероятны и это официально. Ну спасибо, спасибо, что пришли и зафиксировали рекорд. Это мой первый личный рекорд. Я всегда буду это ценить. В этом году для американца Аарона Фосеренхема пришлось создать отдельную категорию. Он установил сразу три рекорда, выполнив трюки, которые обычно делают скейтбордисты, на кресле-коляске. И да, это значит, что он на большой скорости съехал с рампы и пролетел 21 метр. Никогда и нигде не пытайтесь это повторить. Очень рад сообщить вам, что все три заявки на рекорд подтверждены. Это ваш третий диплом за поворот с касанием на высоте 8,4 метра. Поздравляю вас, Аарон. Вы невероятны и это официально. Большое спасибо. И вам большое спасибо, что были с нами на брифинге. До встречи.